Специально для проекта МОС США была снята данная программа с участием вновь прибывших людей разных возрастов, из разных стран и президентом компании JobExchange, именуемой связью русскоговорящего населения как Биржа Труда. Гости сегодняшней телепередачи оказались в США разными способами, с разными мыслями в головах, взглядами на жизнь и намерениями. Но познакомившись со своими поручителями и брокерами Бостонской Биржи Труда, которые помогли им в короткие сроки ощутить себя дома, их взгляды на будущее явно изменились. Большинство из них полностью поменяло свое мировоззрение и уже не особо рвется обратно на свою, так называемую, родину. Приняв девиз бостонской команды как смысл жизни, звучит он так. Наша родина – планета Земля, и жить стоит там, где уютнее и безопаснее. А теперь вернемся в студию и поговорим с нашими сегодняшними гостями. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я пригласила к себе в гости жителей Бостона, которые приехали из разных стран по разным программам и сегодня поделятся с вами своим опытом. Для начала попрошу всех представиться, рассказать, из какой страны вы приехали и по какой программе. Добрый вечер! Меня зовут Анна. Я приехала из Украины, из села Григорьевка Черкасской области по программе «You for you». Спасибо, Анна! Теперь ответьте, пожалуйста, как долго вы находитесь в Америке и чего вы уже добились за это время в стране? В Америке я нахожусь два месяца. Когда я прилетела, меня встретили сотрудники биржи труда. Я не владею английским, и за эти два месяца они меня сопровождают везде, и у меня уже есть номер социального страхования, у меня есть разрешение на работу, мне оформляют медицинскую страховку и социальные, другие бесплатные услуги. Спасибо огромное, Светочка, вашей компании, потому что сама бы я, конечно, с этим не разобралась. Расскажите, пожалуйста, Анна, какие у вас планы на ближайшее будущее? Когда я приехала в Америку, в мои планы входило пережить холодное время года. В Украине сейчас отключают свет, воду, газ. Именно на это время я приехала. Но эта программа оказалась настолько для меня здесь неожиданно полезной, потому что все возможности, которые тут у меня открылись, дают мне возможность использовать все эти два года, и я их использую. А еще я узнала, что и в дальнейшем я смогу остаться, потому что здесь есть государственная программа Америки, которая дает пенсионерам из Украины пенсию. Вот поэтому решение я буду принимать через два года. Расскажите, пожалуйста, что вы можете пожелать тем, кто в данный момент только планирует свой переезд в Америку? Я им пожелаю, чтобы они не боялись ничего, чтобы ехали. Здесь их встретят работники биржи труда. Не боятся отсутствия английского языка. Им все переведут, им во всем помогут. Им помогут не только оформить все документы и бенефиты, а снять жилье. Во всех вопросах они будут защищены и будут нормально и быстро оформлены для нормальной и спокойной жизни в Америке. Спасибо, Анна. Всем привет. Меня зовут Наталья. Я приехала из Киева и приехала в Бостон по туристической визе. Я прилетела в Бостон в начале войны, и я уже здесь нахожусь около года. И у меня немножко нестандартная история, потому что я сюда прилетела к своему сыну. И у него уже был позитивный опыт общения с командой биржи труда, потому что именно они помогли ему найти в Америке первое свое жилье, потому что у него не было ни кредитной истории и никаких предпосылок, успешно устроиться, и это была очень ценная помощь. Мне тоже помогли ребята, сотрудники, тем, что они помогли укорениться здесь. Потому что главное, что теряют все люди, которые эмигрировали в Америку, особенно если они эмигрировали вынужденно, это связи и отношения. Поэтому, находясь здесь, для меня очень полезно было и интересно общаться с этими людьми, Светлана, с вами, и получать от вас помощь, рекомендации, к кому обратиться, с кем связаться, как лучше выстроить отношения. И это было очень ценно, начиная даже от парикмахера и заканчивая маникюром. Это тоже нужно было найти и выстроить в другой стране. Поэтому я вам очень благодарна, это очень ценный опыт. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Знаете, сейчас очень сложно строить какие-то планы, потому что я настроилась на то, чтобы жить в настоящем моменте. Так немного проще, я не так скучаю и не думаю о том, что будет в будущем, потому что на многие вещи я не влияю. На сегодняшний день я планирую здесь оставаться, пока у меня будет официальный статус, и занять себя работой, делами, а там будет видно. Мне здесь очень нравится, ну, в первую очередь, потому что у меня здесь сын, и я чувствую себя защищеннее, чем сейчас была бы дома. Дома у меня осталось все, все очень много, друзья, знакомые, бизнес, недвижимость. И поэтому сейчас я здесь, мыслями там, время покажет, как дальше буду действовать. Наталья, что бы вы могли порекомендовать тем, кто в данную минуту только планирует свой переезд в Америку, но у них нет ни родственников, ни сына, как у вас здесь, ни близких для переезда в США. Что бы вы могли им порекомендовать? Я бы порекомендовала, если вы приняли решение приехать в США, пока действует эта программа, связаться с сотрудниками биржи труда, оговорить условия и узнать, чем они могут вам помочь, для того, чтобы вам было спокойнее и комфортнее осуществить этот переезд. Наталья, хочу вас поблагодарить за ваше время, за чудесные ответы. И сейчас я хочу перейти и задать вопросы представителю, приехавшему в Остону из другой страны. Здравствуйте, меня зовут Лера, я из Беларуси. И первоначально я приехала по программе обмена для студентов. Лера, расскажи, пожалуйста, как ты узнала о нас и чем помогли тебе сотрудники нашей компании? В компании JobExchange мне помогли с жильем в хорошем районе и по приятной цене. Меня удивило, что жилье предоставляют полностью мебелированным, начиная от кровати с матрасами и вплоть до посуды. Обязательно хочу добавить, что персонал компании очень трепетно и заботливо относится к своим клиентам. Именно поэтому я смело рекомендовала их своим друзьям. Так, компания JobExchange помогла не только мне, но и моим близким, за что мы все безмерно благодарны. Что бы ты хотела пожелать своим ровесникам, которые в данную минуту только планируют свой переезд в США? Ребята, наша молодость – это самое время задуматься о своем будущем. Для начала задайте себе такие вопросы, как где вы хотите жить, чем вы хотите заниматься и чего вы хотите от своей жизни. Если у вас нет ответов на эти вопросы, тогда обратитесь к профессионалам, и они обязательно вам помогут. А теперь давайте познакомимся с парой наших новых друзей, которым пришлось пережить очень многое, прежде чем они попали к нам в гости, и мы с ними познакомились. Добрый вечер, ребят. Расскажите, пожалуйста, о себе. Добрый день. Меня зовут Самуил. Мою супругу зовут Лея. Мы из города Красноярск, и по религиозным и политическим соображениям нам уже было небезопасно находиться там. Мы прошли через территорию Мексики и оказались в Соединенных Штатах. Как только мы оказались на территории Соединенных Штатов, что было достаточно тяжелым испытанием, мы продвергали свою жизнь серьезному риску, проходя через пустыню, находясь в миграционной тюрьме. И когда этот этап у нас закончился, мы скитались по нескольким штатам, безуспешно пытаясь основаться в разных городах, но сталкивались с базовыми проблемами касаемо жилья, касаемо трудоустройства. И без какой-либо помощи, поддержки эти вопросы очень трудно решаемы в Соединенных Штатах. С Божьей помощью оказались в Бостоне практически без денег. И нам с вами поделились контактом JobExchange, в частности номером Арлены Светланы. Мы связались и в нашу ситуацию вошли, нас поняли. И более того, мы испытывали колоссальные трудности в финансовом плане, поскольку нам даже не могут перевести деньги из-за войны, российские карточки были заблокированы. Нам помогли с переводом финансов, нам помогли с вопросами жилья и трудоустройства, предоставив большой выбор вакансий. Не говоря уже о подработках, которые дают возможность дополнительного заработка, что немаловажно в нашей супругой ситуации. Благодарю вас, ребята. Это на самом деле интересная информация, я думаю, для многих. Ну и теперь, что бы вы хотели пожелать тем, кто наверняка захочет пойти вашим путем и попасть в Америку? Ребята, что хочу сказать, сейчас всем тем, кто окажется в Мексике, не стоит рисковать жизнью, как это делали мы, идти огородами или другими путями. Сейчас достаточно скачать приложение на телефон CBP-1, заполнить анкету, и вас без проблем вызовут на интервью американские офицеры и впустят в Соединенные Штаты, если ваша история покажется им убедительной. Что ты хочешь добавить, дорогая? От себя мне также хотелось бы добавить, что в такой стрессовой жизненной ситуации, как эмиграция, особенно если вы путешествуете со своими родными и близкими, очень важно держаться друг друга, быть вместе во всем, друг друга поддерживать, потому что от этого зависит ваше будущее в Америке. В заключении хочу поблагодарить всех участников нашей сегодняшней передачи, что вы нашли время, пришли ко мне в гости и поделились своими историями. Нам не важно, в какой стране вы проживаете, гражданами какой страны вы являетесь, мы готовы помочь любому, кто обратится к нам. Дорогу осилит идущий. JobExchange и мост в США будут отличными проводниками и помощниками вам для исполнения вашей заветной мечты – переезда в Америку. Больше информации о нашей компании и о проекте «Мост в США» вы найдете под описанием этого видео. Всего доброго! Будем рады помочь вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok